Мы рады приветствовать вас! Вы смотрите информационный выпуск программы «События». В студии работает Виктория Бичурина к основным темам. На минувшей неделе почетными гостями Сморгонского района стали заместитель председателя Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Владимир Талайко и заместитель председателя Гродненской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Мария Арцеман. Цель визита радостная – чествование лучших хлеборобов Сморгонщины. Слова благодарности за труд принимали в минувший четверг комбайнеры, чей вклад в общий хлебный коровой района перевалил за тысячу тонн зерна. Тружеников хлебной Нивы с весомым достижением приехали поздравить профсоюзные лидеры, руководство района и хозяйства. Лучшим экипажем комбайнеров пожелали сохранять такой же отлаженный ритм и в дальнейшем, и убрать урожай без потерь. Лидерам жатвы были вручены благодарственные письма, ценные подарки, денежные премии и вымпела. Первыми тысячу тонн намолотили Александр Яровский и Виктор Королев, экипаж филиала «Жодишки». Вслед за ними тысячный рубеж перешел еще один экипаж – Станислава Плоского и Леона Яцины. Есть на Сморгонщине и первый водитель, который перевез тысячу тонн зерновых. Им стал Иван Сужицкий из хозяйства «Ксупсов Бел-2016». Наши передовики – гордость республики – была отмечена на чествовании. Сейчас в уборочной час пик. Все ждут от комбайнеров отличных результатов по намолоту. Сморгонские труженики высоко держат планку. Их труд достоин самых высоких наград. Сегодня Гродненская область лидирует и по урожайности, и по намолотам, и по тому экономическому результату, который получен агропромышленным комплексом Гродненской области. Несмотря на то, что год очень тяжелый в плане электоральной кампании, она немножко нестандартная, но уже завершается 9-м числом, и коронавирус и так далее. Но, тем не менее, есть сегодня экономический результат, экономика все-таки первична. А далее закрываются и все соответственные социальные вопросы. Это и уровень заработной платы, и стимулирующая соответствующая выплата и так далее. Мы сегодня общались до приезда на это сельхозпредприятие с главой администрацией Сморгонского района. Впечатляет результат. Это один из лучших районов и Гродненской области, и республики в целом. И, конечно, здесь и социальная политика на высоком уровне, и экономика, и все остальные вопросы. Для экипажей «Тысячников» это не первая победа такого уровня. В число передовиков труженики выходят из года в год. За время совместной работы они твердо усвоили, что добиться значительных успехов можно, учась друг у друга премудростям хлеборубского дела. Нагрузку делят пополам. В любых ситуациях могут положиться друг на друга. А такая взаимовыручка и приводит к хорошим результатам. А ответственные, грамотные, трудолюбивые – именно такими и должны быть современные герои хлебной Нивы. Конечно, огромное спасибо областным структурам, республиканским структурам профсоюза за то, что приехали и отметили. Хотя это традиционно у нас. У нас это на протяжении уже сложилось многих лет. Поздравления наших комбайнеров с намолотом первых тысяч тонн. Честно, это гордость большая за наших работников, потому что они показывают свой профессионализм из года в год. Это говорит о том, что это не случайные люди в данной профессии. И надеемся, что возродится та традиция, когда лучшим хлеборобам они выходили на республиканский помост, и глава государства жал руку, потому что эти люди достойны того, чтобы их знала вся республика. Длилось чествование недолго, но было оно теплым и душевным. Вскоре вновь загудят моторы и по золотистому полю поплывут комбайны. В руках этих добросовестных и старательных людей судьба будущего урожая, а значит и благосостояние белорусов. В связи с выполнением строительно-монтажных работ по прокладке водопровода по улице Кирова с 10 августа 2020 года будет ограничено движение транспортных средств на участке улицы Кирова от жилого дома номер 38 до жилого дома номер 140 до завершения работ. Приносим извинения за временное неудобство. Изношенность медицинского оборудования может стать вопросом жизни и смерти для пациентов. Конечно, и врачам крайне сложно работать и оказывать помощь, используя устаревшие аппараты. Радует, что есть люди и компании, которые добрыми начинаниями могут сделать мир чуточку лучше. Специальное дорогостоящее оборудование для колоноскопии приобрела Сморгонская центральная районная больница благодаря финансовой помощи компании Кроноспан. Как рассказали медики, это оборудование крайне необходимо. Живительный родник не убывает, пожизненные истины просты, и ничего на свете не бывает сильней и неподкупней доброты. Хочу сказать, наверное, всем медикам самое главное большое спасибо, потому что вы это люди, которые в такое тяжелое время, которое мы все вместе пережили, те, которые были на передовой. И мне кажется, вы достойно с этим справились, со всеми этими сложностями. Спасибо вам большое, лечили нас, помогали все. Ну, а мы со своей стороны, конечно, всегда рады в силу своих возможностей помогать, для того, чтобы нашим людям еще лучше оказывался сервис медицинский, для того, чтобы все были здоровы, богаты, счастливы. Пользуйтесь. Здоровья не будешь ни за какие-то деньги. Поэтому аппарат можно. И я хочу выразить искренние слова признательности и благодарности руководству компании, лично вам, уважаемая Людмила Владимировна, за оказанную помощь в приобретении данного оборудования колоноскопа. Ваша помощь – это неоценимый вклад, как уже и вы сказали, в развитие медицины нашего района. Оказывая помощь, вы дарите не просто материальную ценность, вы дарите радость и надежду людям. Приобретение данного оборудования в Сморгунскую центральную больницу позволит качественно и своевременно оказывать медицинскую помощь жителям нашего города, жителям нашего района. Плюс то, что они будут меньше обращаться в областные или республиканские учреждения. Добрые дела не остаются незамеченными. Они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи. Уверен, что ваш пример показателем будет и для других благотворителей. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся вам, старецы. Проблем много, но это была одна из проблем. Аппарат у нас такой, не такой, а обычный, скажем так, еще более старого образца был. В прошлом году он у нас сломался и встал вопрос о том, что нужно менять это оборудование. И вот тут наша проблема была доведена, скажем, до руководства компаний. И они, в общем-то, с радостью вызвались нам помочь и решить эту проблему. Это не только проблема, конечно, медиков. Нам, когда оборудование отсутствует, тяжелее работать. Но это проблема больных, которые живут в нашем районе. И это оборудование, оно, конечно, позволяет выявлять патологию желудочно-кишечного тракта, в частности, с толстой кишки. Процедура, она, скажем так, не совсем приятная для пациентов. Но с новым этим аппаратом она становится менее, скажем так, болезненной и более точной. Аппарат позволяет более точно выявлять патологию со стороны толстой кишки и прямой кишки. Позволяет более качественно проводить это обследование. У нас в год проводится много таких обследований. И людям это обследование очень нужно. Оно востребовано. У нас оборудовано помещение, точнее, кабинет для колоноскопии. И все процедуры, вот эти исследования, проводятся под общим наркозом. Вот я надеюсь, что оно нам поможет быстрее, качественнее обследовать наших пациентов. Выявлять на ранних стадиях заболевания толстой кишки. К сожалению, одно из ведущих мест в онкологической патологии занимает патология именно кишечника. А обследовать ее очень тяжело. Глазом это не увидишь, УЗИ аппарата не помогают. А этот аппарат, он с высоким разрешающим способностью, экран. Хорошо видно слизистая. Да, Юрий Генчук. Плюс ко всему прочему, патологий в кишечнике много. И мелкие какие-то оперативные вмешательства можно проводить. Убирать полипы толстой кишки, которые являются предраковыми заболеваниями. То есть, это оборудование нам поможет очень сильно. Нам и жителям нашего района. Спасибо. В Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента страны. 5 и 6 августа съемочная группа «Светлого шляха» побывала на некоторых избирательных участках, как города, так и района. И узнала, насколько активно избиратели пользуются правом на досрочное волеизъявление. На участке у нас созданы все условия для работы наших членов избирательной комиссии. Мы в связи с ситуацией по ковиду оснащены и повязками, и антисептиком. Есть перчатки для каждого члена комиссии. Здесь все аккуратно, созданы все условия. Кабинки в этом году у нас новые построены. Люди идут, идут, не сказать, что массово, но люди идут, голосуют. Все делается по правилам, как надо. Наблюдатели постоянно присутствуют, поэтому трудностей никаких нет. Все хорошо. Работаем с 10 до 2 и с 4 до 7. Постоянно присутствуют три наблюдателя и два члена комиссии, я и секретарь. Наш участок номер 12. В период досрочного голосования мы начинаем работу с 10 утра и продолжаем до 2 часов, с 2 до 4 перерыв. И затем продолжает работу комиссия до 19.00. На участке все организовано согласно требованиям. Дежурят постоянно два члена комиссии. Также у нас присутствуют наблюдатели на нашем участке. Для обработки рук у нас есть при входе, при выходе, а также после посещения кабинок. Я не скажу, что у нас очень много людей, но в течение дня, понемногу, в общем-то, достаточно активно голосуют. Вот причина, объясняют сами, мы у них не спрашиваем. Причина тому, что они будут в воскресенье либо отсутствовать, на дачу уезжают, или будут работать. Вот такая причина. Поэтому досрочное голосование проходит достаточно активно. Мы решили сделать небольшой опрос и вышли на улицы города. Вопрос простой, но очень насущный на сегодняшний момент. Пойдете ли вы голосовать? Пойдете ли вы на выборы? Конечно, я уже сходила, проголосовала. Как вы считаете, это гражданский долг каждого? Конечно. Я всегда стараюсь голосовать в первый же день, когда вот можно заранее, значит я иду голосую. Я еще старой закалки. Пойдете ли вы на выборы? Девята, будем. Пойдете ли на выборы? Конечно. Вы считаете, что это долг каждого гражданина? Конечно. Каждый должен это сделать. 9 числа должны проголосовать все. Пойдем. Обязательно. Обязательно, да. Вы считаете, это необходимо? Обязательно. Необходимо долг. Каждого пойдем обязательно. За какую Беларусь будете голосовать? Свободную, честную, богатую, чтобы здесь жить оставались. Ну и вообще за прекрасное будущее. Безусловно, гражданский долг. И я думаю, и молодежь, и пожилые люди обязательно должны голосовать. Никто не должен промолчать. Пойду, конечно, на выборы. Как вы считаете, это обязанность каждого гражданина? Я считаю, что обязанность каждого. Это долг каждого. Сходить на выборы. Проголосовать. Проголосовать, да. За своего кандидата. Сморгонская рубж КХА провела конкурс рисунков на экологическую тему. На суд жюри были предоставлены работы, которые нарисовали дети, отдыхающие в оздоровительном лагере «Орленок». Юные авторы отразили на листах бумаги разные аспекты проблемы обращения с отходами. Редактор субтитров А.Семкин Конкурс мы организовали предприятие «Почему именно Сморгонская рубж КХА?» Потому что мы занимаемся на территории района сбором, переработкой и утилизацией вторичных материальных ресурсов и оператором по сбору МР в районе. Мы с целью экологического воспитания детей, привлечения уже с маленьких лет к тому, что нужно беречь природу и видеть все прекрасное, мы решили организовать в летний период в лагере такой конкурс и для развития разнообразия детей, и для привлечения их к этой теме. Поэтому цель была того, чтобы с юного возраста дети уже понимали, как нужно относиться к природе и к этой задаче. Конкурс мы организовали посредством рисунков. Назывался он «Разделяя отходы, сохраняем природу». Предусматривались три первых места, как вы уже видели, и приз зрительских симпатий. Было организовано жюри специалистов нашего предприятия. Все это, конечно, нашу инициативу поддержал директор. Поскольку каждый ребенок заслуживает приз, который приложил руку, нарисовал этот рисунок и вложил свою маленькую идею, поэтому было нам принято решение призы абсолютно всем деткам раздать. Рисунки все были достойны. Тема очень хорошо развита. Некоторые детки в возрасте 7 лет не по годам даже рисунок отражали. Одна часть рисунка отражает природу с чистой стороны, и другую уже загрязненную. То есть, как бы, ну, видно, что дети эту тему понимают, что, как бы, это очень приятно. Что нравится в лагере? Ну, тут можно найти очень много друзей, можно узнать очень много нового и... Поучаствовать в конкурсе. Так? Ты участвовала в конкурсе. Что ты рисовала? Что отображает твой рисунок? Ну, то, что надо беречь природу, никогда ее не загрязнять, и надо жить в чистоте и порядке. А кто тебе об этом рассказывает? Дома или в школе? Больше всего мне рассказывает мама, я от нее учусь. Дома или в школе? 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 Субтитры предоставил DimaTorzok К счастью, в ближайшие дни мы останемся под его опекой. Настоящая летняя погода нам будет гарантирована. Лишь в начале следующей недели ожидается похолодание холодного атмосферного фронта, который принесет понижение температурного фона и местами пройдут короткие грозовые дожди. А теперь подробнее. В субботу 8 августа ночью температурный фон составит плюс 15, плюс 17, днем плюс 27, плюс 29. Ожидается небольшая облачность без осадков, ветер северо-восточный слабый до умеренного. В воскресенье 9 августа ночью столбики термометров покажут плюс 16, плюс 18, днем плюс 27, плюс 29. Будет облачно с прояснениями без осадков. Лишь к вечеру в отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. В понедельник 10 августа с приближением фронтального раздела местами по району пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 16, плюс 18, днем плюс 27, плюс 29. Во вторник 11 августа вслед за фронтом начнет распространяться более прохладная воздушная масса северной Европы. Ночью температура воздуха составит плюс 16, плюс 18, днем уже не выше плюс 23, плюс 25. Будет облачно с прояснениями. Вероятность дождя небольшая, ветер северный порывистый. Это были все темы на сегодня. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Берегите себя и будьте в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова